Эта встреча в Доме правительства сулит бизнесу большие перспективы. Подписать контракты с чувашскими предприятиями намерены в корпорации «Росатом». Ее представители приехали в республику, чтобы определить конкретные точки взаимодействия. В интересах инвесторов нарастить товарооборот и реализовать новые проекты. Мы вообще сторонники проводить подобные встречи больше не в Москве, а все-таки на тех территориях, на тех площадках, которые потенциально интересны для нашего сотрудничества могут быть. Нам бы хотелось, знаете, услышать больше не о том, что вы могли бы нам продать. Все, что вы можете нам продать, у нас есть такое высказывание, еще когда-то Сергей Владимирович Кириенко говорил, если нам что-то нужно продать, нужно всего лишь изучить стандарт закупок и добро пожаловать на наши конкурсы. Нет. Мы больше заинтересованы в создании каких-то совместных продуктов, перспективных продуктов. Мы видим вас важного для республики стратегического партнера. Если мы в 2011 году начинали с 200 миллионов рублей взаимодействия, то сегодня, по итогам текущего года, мы оцениваем где-то на уровне 2 миллиардов рублей. Понятно, что это не полный перечень продуктов, которые сегодня, ну и потенциал нашей республики, который может быть исчерплен и реализован в рамках двустороннего сотрудничества, потенциалом значительно шире, поэтому в том числе и наша встреча, которая сегодняшняя происходит, она, я думаю, что позволит нам увеличить объем взаимного сотрудничества и интересов. Сейчас на нужды атомной промышленности работают порядка 20 предприятий республики. Электротехнику из Чебоксар поставляют на большинство крупнейших АЭС. На этом заводе для атомных станций производят устройства защиты и автоматики. Представителям Росатома было важно понять, готовы ли здесь предоставить заказчикам сервисные услуги и назвать адекватную цену. Без этого набора конкурировать на рынке крайне сложно. А бывает заказчик, кто на приемах сюда приезжает? Конечно, конечно, всегда. Если заказчик, как он хочет, бывает выстраиваемый телеком, весь ряд шкафов, делаем комплексы, испытания недели, где можно временно работать на отказ. А так у нас на каждом участке проходят проверки, испытания, у нас есть протоколы на каждом участке. То есть у каждого шкафа есть свой протокол. А как решаете запрос со стороны некоторых секторов, где просят в течение суток в случае любой неисправности, чтобы техник был наоборот? У нас, во-первых, офис в Москве, у нас в Томске специалисты в Владивостоке, плюс у нас горячая линия, которая в течение суток, круглосуточная горячая линия. Визит столь представительной делегации Росатома для принимающей стороны – повод раскрыть максимально возможности в промышленности. За два дня гости посетили 10 крупных предприятий в Чебоксарах и Новочебоксарске. Здесь реализована именно физическая модель энергосистемы. Действительно здесь есть как бы эмулирующие части питания. В части действительно тут есть трансформаторы, действительно тут есть линии, которые нужно защищать. То есть, ну и вместо выключателя, конечно, не 6-10 кВт стоит, но тоже там маленькие выключатели. Вот таким образом здесь можно также споделировать поведение системы в разных ситуациях. Хороший тренинг для персонала оперативного, в том числе и для рыльщиков, и вообще даже для новичков, которые пытаются разобраться. Ну зачем? Вот тут уставка, к примеру, по времени отстраивается, еще там что-то какие-то вещи делают, да, какая-то автоматика есть. Предприятиям электрокластера у представителей государственной корпорации особый интерес. Чебоксарские заводы реализуют и совместные проекты с Атомфлотом. И сейчас есть шанс наладить поставки для производителей нового типа ледоколов, которые способны передвигаться в морях и даже руслах рек. Мы изготавливали несколько распределительных устройств 6 кВт для нужд проекта 22-220. Удачно их реализовали, проводили ряд комплексных испытаний, подтвердили тем самым, что наше оборудование удовлетворяет всем и техническим требованиям, и каким-то другим экономическим, в том числе, показателям. Есть специальные требования, которые разработаны Ростехнадзором, концерном Росэнергоатом и уполномоченными организациями. Все эти требования мы выполняем, изготавливаем оборудование по классификации для второго класса, для третьего класса безопасности. Посещая заводы, представители Росатома оценивали и инновационные проекты. В корпорации делают расчет на зарубежные рынки и ведут поиск экспортоориентированной номенклатуры. Здесь вот у нас счетчики, мир, ну как бы российский тоже производитель. Но вот из всего этого оборудования буквально там 4 реле импортного производства, все остальное это Россия. Ну вот степень локализации наглядная. Атомную корпорацию заинтересовали и проекты в сфере информационной безопасности. Предприятия «Интеллектуальные сети» и «Федеральный ядерный центр» уже договорились разрабатывать системы защиты от кибератак. В активе партнеров немало наработок. Перед внедрением на реальных объектах мы собираем стенд максимально приближенных к реальности и опробуем совместную работу системы управления и средства защиты в различных режимах. В том числе и аварийных, и закритических. Есть идеи, мы приобретаем как с крестивыми технологиями, так и в лаборатории Касперского, как на разработке новых методов. В том числе проактивные методы, которые позволят нам в реальном времени противостоять защите, то есть как-то противодействовать их. Дополнительный анализ трафика. По заказу Росатома в республике намерены производить турбинные масла и специальные эмали для защиты реакторов АЭС от коррозии. Представители корпорации заинтересованы в продуктах, которые будут превосходить иностранные аналоги. Сегодня в основном мы сами исследуем те тренды и те исследования мировые, то есть с точки зрения как фундаментальных, так и прикладных направлений. И сами фактически придумываем большую часть на сегодня тех направлений, которые мы считаем, что в горизонте 30 и более лет будут, скажем так, прорывными. Что касается процентного соотношения, да, действительно у нас на сегодня приходят задачи и от бизнеса. То есть это были задачи от нефтяной отрасли, были задачи, грубо говоря, и от электротехнических компаний крупных. И действительно в этом направлении мы тоже следуем с тем, что создаем некие прорывные новые продукты. Которые будут опережать время на сегодня. Когда мы от той задумки, от той идеи, которую мы как-то практически опробовали, сделали какие-то выкладки, расчеты и все остальное, переходим уже к конкретному продукту, который позволит нашей отрасли и нашим предприятиям идти с опережением. Вот время протекания этого процесса очень важно. И вот на самом деле то, что на сегодня здесь вот есть и промышленные предприятия, в данном случае Чебоксары, здесь есть и институты, то есть производственные институты Росатома и научные, то есть это как раз ровно тот путь нового инновационного продукта, который позволит всем получить максимальную маржинальность. Инвесторы готовы реализовать совместные проекты и помочь выйти на новые рынки с международными сертификатами. Получить такие документы – сложная задача. Даже наши предприятия, которые пытаются решить существующие задачи по международной сертификации, сталкиваются с серьезными трудностями. То есть я лично возглавляю один из таких проектов на уровне госкорпорации по проведению международной сертификации некоторых изделий электротехнического оборудования, чтобы их допустили на зарубежные рынки. То есть колоссальная работа, стоит очень больших денег, но без этого мы понимаем, что ни на один блок атомной станции за рубежом мы просто войти не сможем. Мы пытаемся сосредоточиться уже на конкретных рынках, куда предлагать конкретные продукты. То есть не пытаться занять все, то есть попробовать все. Вот если пять лет назад мы все-таки пытались попробовать войти в различные рынки, и рынок как-то восприимчив был, то сейчас мы понимаем, что вхождение везде нам точно не даст успеха. Мы должны сосредоточиться на каких-то, опять же, руководство говорят, 6-8 направлений деятельности, которыми начать заниматься серьезно. Если мы занимаемся сейчас разработкой какого-то продукта, то нельзя смотреть только на себя. Ведь другие компании, зарубежные компании точно так же занимаются разработкой этого же или аналогичного продукта. И мы с вами можем, например, достичь их уровня через пять лет, но если не оценивать, а где будут они через пять лет, то бессмысленная будет наша работа. Поэтому мы должны сразу вот такой мощный шаг делать вперед. И в корпорации «Росатом», и в правительстве региона рассчитывают нарастить объемы поставок. По прогнозам, к концу года товарооборот достигнет отметки 2 миллиарда рублей. Такие планы обозначил глава республики. Мы должны, говорю, конкурировать на уровне мира, как страна России, под брендом «Сделано в России» с мировыми компаниями. Там в регионах кто-то производит что-то. Мы должны, говорю, объединять силы. Вот если, говорю, психологически мы все это сделаем, тогда мы будем представлять очень хорошую, мощную лоббистскую силу. Представители корпорации говорят, что предприятия республики обладают необходимыми компетенциями и готовы ответить на запросы рынка. Посещая ряд предприятий, и вот меня тоже интересовало, как я сказал, что предприятия, которые занимаются разработкой, у них там порядка 70% сотрудников занимаются разработкой. Почему для нас это ценно? Естественно, каждое производственное предприятие имеет своих разработчиков, но оно так вот исторически будет работать на себя, то есть на свое производство, и мало отдавать кому-то. А тот, кто занимается разработкой, то есть если у него нет производственных мощностей, ему не важно кому отдать, с точки зрения экономики он будет отдавать туда, где это выгоднее. И тогда все предприятия будут подтягиваться до этого уровня. По каскаду, когда говорили, конечно, у них не полная линейка, но им немножечко перестроится, мы им подскажем, что нужно сделать. Даже если они не могут полностью эту линейку у себя сделать в производство, чтобы к нам заходить полностью на рынок, вот тогда надо покупать чужой и становиться комплексным поставщиком. У предприятий, вошедших в программу развития «Атомпрома» появятся заказы намного вперед. Для экономики страны это приоритетная сфера. Лидерство на рынке обеспечат прорывные проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова